Доброе утро. Сегодня Соня встала ни свет ни заря без десяти восемь. Без десяти восемь. Ну, я решила отвезти ее к завтраку. Мы-то приезжаем уже после. Думаю, ладно, завтрак в девять. Я привезла. Воспитательницы очень удивились. Я никогда ее еще не возила к завтраку. Сказали, что это очень здорово, что она уже приехала. Так что я уже отвезла одну посылку, забрала другую. Сейчас мы с вами раскроем. Я же заказала книг с двух сайтов. Здесь немного. Другой посылки будет побольше. Я вчера, кстати, закончила читать «Даму с камериями». Итак, ой, это такая тоненькая. Значит, первая у нас Артур Хейли «Аэропорт». У меня, по-моему, уже есть Артур Хейли, это другая книга. И вот взяла еще «Аэропорт». Все-таки в мягких обложках это капец. Вот ту я прочитала сейчас «Дама с камериями», и она вся вот такая уже кривая, потому что я ее с собой брала, и так она у меня уже вся помялась. Поэтому в твердых, конечно, лучше. Значит, Артур Хейли у нас один из популярных американских писателей 20 века. Роман-бестселлер. В вымышленный город, где находится крупнейший аэропорт, неожиданно накрывает снежный буран, поэтому все службы работают в экстренном режиме. На сотрудников аэропорта обрушивается одна проблема за другой, начиная от сгинувшей непонятно где машины с продуктами до страшной аварии на борту одного из самолетов. А ко всему прочему добавляются обострившиеся личные проблемы героев. Сложные душевные драмы. Вот в такой запутанный глубокий сюжетных линий завяжется действие романа, уместившийся в один пятничный вечер. Окей. Обложка мне не нравится. Мне нравится. Следующая. Соммерсет Моэ. На вилле очень тоненькая. Ой, белые странички. Так непрочно, когда в этой эксклюзивной классике белые странички. Обычно они вот такие темные. Тут еще очень мелкий шрифт. Так. Здесь всего 150 страниц. И шрифт довольно-таки крупный. Италия. Тридцатые годы. Эта картика мне уже больше нравится. На роскошной вилле, недалеко от Флоренции, отгородилась от мира легкомысленная компания естествующих светских львов и львиц, их богемных приятелей. Они развлекаются изысканными разговорами, любовными интрижками, устраивая бесконечные званые ужины и танцы, делая вид, что этот образ жизни самый подходящий. Однако их искусственная реальность разбивается в дребезги, когда на вилле происходит убийство. Звучит заманчиво. Звучит заманчиво. Дальше идем. Джон Марс. Это у нас код носителя. Да? Носителя. Продолжение бестселлера The One. Единственный. The One я прочитала. Мне, кстати, понравилось. Вот там я сидела вот так. Да? Ну так, на один раз, скажем. Ну, мне понравилось. Это что у нас? Это можно выкинуть? Лучший фантастический триллер 21 по версии Wall Street Journal. Триллер в духе черного зеркала. В 21 веке информация – бог. Но как ее защитить? Любое хранилище можно взломать, кроме… Троеточие. Несколько обычных людей выбраны правительством для участия в уникальной программе защиты данных. После новейших биоинженерных операций они становятся ходячими тайниками, носителями. Отныне их мозг содержит сверхсекретные сведения, зашифрованные в генетическом коде. Взамен они получили шанс решить все свои проблемы и начать жизнь с чистого листа. Вместе носители знают все грязные тайны, всю правду, скрывающуюся за каждой государственной ложью, за каждой теорией заговора. Но можно ли им доверять? Ведь у них тоже есть секреты. И они сделают все, чтобы их защитить. Интересно. Первую книгу единственную я читала в электронном варианте. А так обложка как-то похожа выглядит. Ну, посмотрим. Далее. Та-дам. Это у нас серия большие книги. Арчибальд Кронин. Замок Броуди. Красиво, красиво. Арчибальд Джозеф Кронин. 19-20 век. Родился в конце 19-го. Штатландский писатель, врач. Его наиболее известный российскому читателю романа. Замок Броуди. Звезды смотрят вниз. Ситадель. Юные годы. Путь Шеннона. Памятник крестоносца. Уже будучи студентом, он выиграл конкурс и сочинись. Так, окей? Да? А про Замок Броуди что-нибудь. Такой сжатый шрифт. Зачем так сжимать его? Ну, так. Про сюжет что? Ничего. Роман. Написано всего за три месяца. Окей. Ну, о сюжете ничего. О-о-о. Посмотрите. Странички помятые. Конечно, отсылать я не буду. Ладно. Так, дальше. Вы найдете это в библиотеке. Митико Ауяма. Митико Ауяма. Это право продано на 15 языков. Японский бестселлер о силе и магии книг. Короче, вот эти книги, которые у меня сейчас тут, это все из моего списка, который у меня постоянно пополняется. Но одну книгу я решила на сайте просто вот зайти, посмотреть и что мне понравится по обложке, по описанию взять. Да? Вот так вот. Без того, чтобы кто-то мне советовал. Без того, чтобы я что-то знал о книге. И вот это упал выбор на вот это. Во-первых, реально прикольная обложка. Во-вторых, о библиотеке. Вы что-то искали? Вопрос, который загадочный библиотекар Сау Юри Комати задает всем, кто приходит к ней за книгами. Кроме списка литературы, каждый из пяти посетителей получает возможность изменить свою жизнь к лучшему. Начать гордиться своими успехами, заботиться о себе, перестать искать одобрения окружающих, научиться ценить своих близких и доверять миру. Истории главных героев покажут, что ответы на все вопросы можно найти в библиотеке, а какой бы безвыходной ни казалась ситуация, с ней все еще можно справиться. Ну, интересненько. Почитаем, почитаем. Ну и последнее. Это Нарине Абгарян. Многие мне писали, Юля, возьми Манюню. Манюню я тоже взяла, она придет в другой посылке. Но так много о ней хорошего слышалось, что она так с юмором пишет, что я заказала сразу несколько книг. Это Понаехавшая. Отзывы были классные, поэтому взяла. И классная очень обложка. Понаехавшая. История жизни маленького человека в большом городе. История смешная, немного горькая, но безусловно добрая. У каждого Понаехавшего своя Москва. У героини этой книги город именно такой, каким она захотела его увидеть. Шумный, бестолковый, но удивительно незлобивый. Незлобивый? Правильно я сказала? Благодаря чудесным людям готовым предложить помощь именно тогда, когда казалось ждать ее неоткого. Быть Понаехавшим не так уж и сложно, когда вокруг есть те, о которых потом, спустя десятилетия вспоминаешь с любовью и благодарностью. Небольшие иллюстрации есть. Яичница. Яичница. А, так она тоже небольшая, 200 с чем-то страниц. Интересно, мама читала у нас Абгарян. Нарине. Нарине Абгарян. Это армянка, да? Я так понимаю. Вот. Вот. Вот так вот. Вот такая вот посылочка из 1, 2, 3, 4, 5, 6 книжек. Давайте сейчас позавтракаем. Знаете, что сейчас предстоит? Нет, вы знаете, что сейчас предстоит? Выбрать новую книжку. Это так увлекательно. Может, что-то совсем новенькое? Может, вот прям и прочитать Понаехавшую? Блин, ну я вот когда тут читала, думаю, все, следующее будет что-то вот из этого. Вот это я не знаю. Может, мне стоит вот это прочитать все-таки? Блин, ну вот эти вот толстые, огромные книги, которые еще с длинными страницами, меня немножко пугает. Про сюжет можно мне? Не знаю, ребятки. Короче, либо собор Борисовской Богоматери, либо понаехавшую, что брать. Либо взять что-то легенькое вон из Токаревой, а следующую тогда уже... Потому что сейчас у меня была классика, я сейчас... Ну я же не знаю, или нонфикшн. Что-то... Я вообще, когда покупала, меня на один нонфикшн тянуло, вот эта вся полка вторая, это нонфикшн. И как-то на художественную нет, а сейчас что-то больше даже на художку тянет, чем на нонфикшн. Ну не знаю, сейчас буду пользоваться своим методом, почитаю первую, на первой странице абзац и на 69-й. И посмотрим. В общем, сейчас покажу вам, что выбрала. Мой выбор пал на... Та-дам! Отцы и дети Тургенев, которую я начала в аудиоформате, решила, думаю, ладно, она же у меня уже начатая. Надо почитать. Надо найти только, где я остановилась. И продолжим. Посмотрим, как мне войдет в печатном виде. Ну, естественно, под семечки. Надо, кстати, купить новые, потому что это последние. Ой! На мое креслице подушечку под ножки. Одну, вторую под спиночку. У меня есть часик до выхода. И сейчас я почитаю. Ой, как хорошо, ребята. Вот это я кайф словила. Я в шоке. Кто бы мог подумать. 33 года я к этому шла. Мадина тут разводит моча и кровь. Сейчас я буду кайфовать. Морфия чуть-чуть туда можно добавить? Можно. Я помню, у меня больница как-то слегла с камнем в почках, и у меня ничто уже не помогало. И мне дали морфий. Меня так кайфануло. Я потом все время вот тут чесала. Вот тут вот так все время. Почему бы мне казалось, что у меня вот тут все время что-то хотел с лицом попробовать. Молодцы! Идите, идите! Молодцы! Какие молодцы! Вау! Молодцы! Пошлите туда, наверх пойдем. Держитесь, держитесь аккуратно, да. Соня такая быстрая, да. Молодцы! Теперь пошлите. Ваши вещи, где вещи собирать? Пошлите, где вещи? Там сумки надо взять с собой, да? Не знаю. Не знаю. Давайте вещи заберем. Дверь закрыта. Пошлите. 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 Ой, ой, ой. Где вещи? Вау! Давай, Соня, бери свои вещи. А Казим возьмет свои вещи. Вау! Это твои вещи. Давай, Соня, ручку давай. А, Соня держит свой портфель. Подожди, подожди. Подожди. Я тебе. Давай, ты мне это давай. Держи, Казим. Мама. Мама. Я тебе хочу. А ты... Где мамина машина, Казим? Аккуратно. 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 Вы сюда. Подождите. Там велосипеды. Вот так идите. Аккуратно. Вот так идите. Аккуратно. Давайте. Аккуратно. Казим джентльмен несет Сонину сумку. Казим, где мамина машина? Там. Там, наверное. Эта и мертонная налево. Да. Аккуратно, где мамина машина? Идите к машине. Где мамина машина? Идите. Идите. давайте давайте вперед молодцы молодцы едем да да едем мы ледяем тоске гимшу николаса ровоспендсту вас вехать и аллогима аккуратно аккуратно что казин ты не держишь соня ручки она обиделась аккуратно аккуратно не туда прямо прямо сюда сюда вот сюда привет сонь сонь мама пришла и дети переодену ой какая ты сопливая красивый ой че вы тут делаете вы первые да так ну что мы тут с детками вот это очень вкусная аккуратно пельмешки а у тебя с чем салат мадина с курицей курицы да так сончик сонь тебя сегодня мадина забрала из садика да как нет это вкусная 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не хочешь скатываться? ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 по Фаренгейту, Брэдбери и над пропастью воржи Селлинджера. Обе её экранизации стали заметным событием в киномире. Картина 1939 года была номинирована на 4 премии. Кто-то советовал из блогеров и что, мол, надо почитать, я и взяла. И вот это тоже, я не знаю, её только ленивой не советовал. Вау, у тебя замок получается, крепость! Что надо? Мартин Идн. Самый известный роман Джека Лондона, впервые напечатанный в 1908-199 годах. Во многом автобиографическая книга о человеке, который сделал себя сам. Выбравшись из самых низов, добился признания. Любовь девушки из высшего общества побуждает героя заняться самообразованием. Он становится писателем, но все издательства отказывают ему в публикации. И как это часто бывает в жизни, пройдя сквозь лишения и унижения, получив отказ от любимой девушки, он, наконец, становится знаменитым. Но ни слава, ни деньги, ни успех, ни даже возвращение его возлюбленной не могут уберечь Мартина от разочарования в этой насквозь фальшивой жизни. Очень хочу прочитать. Так, давайте попробуем закладочки. Смотри, Соня, это вот так закладка в книгу. Классно! Покажи вот туда, на камеру. Типа карандашик. Мама! Соня, а иди сюда, пожалуйста. Посмотри, с тебя все летит. Посмотри. А ну, положи это на стол. Вон, на полу все упало. Книжку дай мне. Дай сюда. Дай книжечку, пожалуйста. Так. Вот. Возьми это. И вон на полу. Собери, пожалуйста, все. Вон под стульчиком. Собери все наверх. И вон еще под столом. Посмотри внимательно. Так. Мамя! Ой. Вот эти вообще прикольные. Нет! Что нет? Что нет, когда да? Блин, прикольно, как ручки. Мама, еще. Что еще? Еще. Еще одну? Да, сейчас откроем. А там, кстати, песок тебе, по-моему. Как прикольно, ребята. Классно. Это что-то с чем-то. Соня, книжечку только не порви, пожалуйста. Ой. Ну, тоже мне ручку сделали. Она вообще не держит. Кинетический песок. Пять килограмм. Пять килограмм. Окей, я взяла... Кто-то мне написал, что он жирный. Я чуть не заметила, что он был жирный. У нас есть кинетический песок чуть-чуть. Ничего, он не жирный. Мне очень нравится этот песок. Я считаю, гениальное изобретение. Это, Сонечка, будешь играть на балконе, когда придет песочница. Вот тут каждый песок запакован... Каждый один килограмм запакован в отдельный пакете. И тут пять пакетов вот таких. Блин. И он еще и выглядит как песок, да, вот цвет такой. А то у нас оранжевый. Я сама с удовольствием с Сонькой буду зависать. Я просто обожаю этот кинетический песок. Когда у меня еще не было ребенка, я о нем первый раз, когда увидела, помню, я думаю, как круто, какое гениальное изобретение. В моем детстве такого не было. Это так успокаивающе. Столько всего можно сделать, поэтому супер. Все, вот такие вот были посылочки. Но, скажем так, если даже произошла ошибка, если даже этот заказ как-то нет, ну, я все равно его оплачу и оставлю, потому что книги эти по-любому хотела. Цена 21 евро. Ну, то есть, как бы, да. И, да, просто мне непонятно, как это произошло. Так-то не проблема. Я даже рада. Соня, Соня, вот это отнеси еще на стол. Убери эту. Вот. Вот. Отнеси туда тоже. И вон, видишь, дочь, на полу тоже собери под столом. Соня в машине ехала, уже вырубалась. Я ей включила мультик, и она даже с мультика, она вот так держала телефон, и вот так. Я такая, Соня, нет, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас 8 утра, 8 вечера. Я думаю, что я ее сейчас подготовлю ко сну и уложу. Да, дочь? Да. Спать пойдем? Мультик. Что? Мультик. Не будешь спать? А кто в машине вырубался? Я. Ты в машине засыпала уже? Да. Да? Да. Иди ко мне. Ой! Спать надо идти, да? Ма! Да. Ну-ка, сядь вон в камеру, расскажи. Спать будешь? Я буду спать. Не будешь спать? Соня, задушишь. Просто еще что странное, что они мне послали бесплатно две книги, ну то есть за пересылку не взяли. Ой! 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 Кто там лезет? Опа! Опа! Ой! Не, все, мама устала. Ой! Ой! Ну? Хе-хе-хе! упала держишься опа нет это моя девочка моя девочка ребята время 12 я иду спать я не влог не смонтировала не почитала не там даже не убралась нет посылки распаковала все вот там соника разбросала я я потом не пошла уложила спать легла на диван и что вообще ничего не захотела сделать вообще ничего я разрешила себе это и думаю и нормально то есть обычно бывает этом для к этому сейчас сейчас я вот это сделал сейчас это и вроде что и в том случае в этом ты ничего не делаешь но в том случае ты себя еще коришь а тут нет тут не коришь есть разрешила я решила что я сейчас чуть-чуть посижу в соцсетях и лягу спать и я на это все дала разрешение и не как-то спокойно лежалось и я не переборщила то есть себе наверно себе не разрешила и думала я вот-вот я бы простила может быть до 2 ночи а так я вовремя соскочила и сейчас я иду спать просто просто спать мы увидимся с вами завтра а 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 Субтитры подогнал «Симон»